Виталий Возможно, вы следовали каким-то рекомендациям или увидели, что вы можете применить в своей жизни, чтобы адаптацию пройти к американской среде обитания. Американскую среду обитания мы рассматриваем как виртуальную среду, чтобы мы могли в ней адаптироваться более легче. Не воспринимали ее, как отторжение. Потому что человеку, когда он перетекает из одной среды обитания в другую среду обитания, образуется стрессовое состояние. Но мы из этой стрессового состояния с вами легко выходим, потому что мы с вами начисто все убрали из своего сознания. То есть мы с вами убрали трехмерное восприятие. Нет у нас трехмерного восприятия, нет у нас трехмерного пространства в вашем сознании. Убрали это, да? Создали восприятие настоящего момента как одномерного или двухмерного восприятия. То, что мы видим прямо перед своими глазами. Что мы еще сделали с вами? Мы с вами в этом одномерном, двухмерном пространстве начали создавать какие-то хендмей своими руками. Какие-то вещи, конструкторы, какие-то собирать, что-то делать. Смотрите, мы с вами топали-топали, да? И притопали к какому состоянию? Мы убрали оттуда, очень много убрали. Убрали с вами любовь к себе и самоуважение. Убрали из нашего эмоционального интеллекта или нашей лимбической системы мозга, которая занимается эмоциями. Из нее убрали. Это достаточно сложный, трудоемкий процесс поддержки, любви к себе и самоуважения. Убрали из этого трехмерного пространства. Мы его убрали. Поэтому у нас с вами нет культуры какой-то прошлого и зависимости от этой культуры. И какого-то состояния отношений с какими-то традициями в этом трехмерном пространстве. То есть мы много чего убрали. Правильно? Более того, когда мы подошли к понятию о ком-то лесе, когда мы как состояние леса, когда мы находимся как индивидуальности, никого нет. Но какой-то лес имеется, какая-то темнота получается. Никто нам не посветит фонариком, куда нам идти. И мы с вами пришли к такому интересному выводу, что внутри нас имеется какой-то потенциал. Какой-то имеется какой-то потенциал. Животный потенциал природный. Естественно природный. Соответственно мы такое создали с вами, скажем, даже не лес, а скажем, больше понятие о пустыне. То есть пустыня, в которой нет никаких эмоций, эмоциональных состояний, вот этого личного самовосприятия, самого себя. Нет чувственного восприятия своих действий, поступков в этом каком-то культурном, традиционном обществе. И соответственно мы с вами в такой пустыне оказались. То есть наш мозг имеет такое достаточно простое и понятное, и легкое пространство, в котором ничего по сути нету. То есть таким образом мозг обращается, куда он обращается, что теперь он может исследовать. Что если кругом пустыня, кругом темный лес, что он будет исследовать? Он будет исследовать человека, самого себя, самопознание, самопознание, саморазвитие и так далее. Вот это мы и приходим к этому пониманию нашего индивидуального развития, как обращение на внимание на себя. На себя смотрю я. То есть таким образом у нас как бы я являюсь сам себе, как сам себе внутренне там собака у меня пробудилась. Внутренние инстинкты у меня разбудил я эту собаку. Давай, говорю, теперь твоя очередь. Нету никаких у меня интеллектуальных инстинктов, которыми я жил в городе. Привязки у меня были в городской интеллектуальной среде. Теперь я нахожусь в пустыне, и здесь никакой интеллектуальной среды нету. Соответственно у меня инстинкты, которые привиты мне личностью, их нету. Теперь у меня одни инстинкты только животные инстинкты. Простые инстинкты, которые обращаются к исследованию меня самого в этой пустыне. То есть мои возможности и мой потенциал я могу сам исследовать внутри самого себя. Правильно? Потому что мне теперь ничто не мешает. Ничто не мешает. Ничто не отвлекает меня, мое внимание. Не надо головой вертеть никуда. Все. Кругом пустыня, темный лес, одномерное, двухмерное пространство. Никакой культуры, традиций нету. Ничего личного восприятия себя как личности нету. Но все, ты находишься в индивидуальном собственном мире. И он пустынный. Соответственно твоя внутренняя собака, внутренние твои инстинкты исследуют тебя самого. Исследуют и создают эксперимент с тобой. Эксперимент создаётся. То есть тебе будет взаимодействие внутреннее с самим собой. И вот это понимание того, что мы с вами создаём адаптер. Адаптер тот самый адаптер, который подключается фактически к самому человеку. То есть теперь вы, находясь в пустыне, и хотите подключиться теперь и сами, к самому себе. Правильно? Мы же с вами шли и хотели подключиться к американскому менталитету куда-то, да? А оказалось-то мы подключаемся к самим себе. Через наши индивидуальные внутренние природные инстинкты. Куда нас собака поведёт? Соответственно, мы с вами... Что здесь будем? Куда мы пойдём с этой собакой, да? Куда нас поведёт? А пойдёт она... То есть мы что сделаем? Что сделаем? Мы вот этот поводок-то мы... Мы отпустим собаку, правильно? Всё, отпустим. Нечего тут её держать на поводке, да? Всё, она свободна. Одна свободна, она независима, собака, правильно? Вот эта внутренняя собака. Теперь мы её отпускаем. И наши внутренние инстинкты, соответственно, начинают воспринимать пространство восприятия. Это одномерное, двухмерное пространство. Соответственно, мы начинаем слушать. Слушать, в первую очередь, да? Слушать, как шумит лес, как шумит пустыня, какая температура мы начинаем её измерять, да? И так далее. То есть мы ищем какие-то инструменты, создаём. Как измерить температуру окружающей среды? Как нам холодно стало, жарко нам стало и так далее. То есть мы прибегаем к нашим внутренним инстинктам, которые стали свободны. То есть они свободны. Они не зависят от моего внутреннего личного состояния. Они свободны. И я их отпустил. Отпустил. Соответственно, между мной и ими, и инстинктами создаётся такое расстояние. Такая дистанция создаётся. Соответственно, я становлюсь от них достаточно независим. То есть идите, ищите, ищите что-то там. Ищите съедобное, что-то, да? Эти собака побежала искать. Что она побежала искать? Что-то исследовать, искать. И, соответственно, она бегает и ищет. А я, соответственно, что буду делать? Я буду делать эксперимент над самим собой. То есть мне интересно, какая температура воздуха, какой ветер, откуда дует и так далее. То есть я начинаю развиваться через инстинкты. Понимаете? Просто. То есть просто и легко для моего разума развиваться через инстинкты. Исследовать окружающую природу, окружающую меня пустыню, окружающий меня лес, который даже не зашёл я ещё, простыми инстинктами. С простыми действиями. Правильно? Таким образом, есть такая тема в американском образе жизни. Вот эта тема, когда американцы везде и всюду с собой собак водят. Они в машину садятся, собака, и вот в магазин с ней едут, собака и так далее. То есть как бы собака, всё время находясь рядом с человеком, вот с американцем рядом, то есть в магазин пошёл с собакой, в машину посадил собаку, в доме с собакой. То есть как бы внутренняя собака, внутренние инстинкты видят отношение к ней, что они не на последнем месте внутренние инстинкты. Природные инстинкты не на последнем месте. Их никуда не затолкали, им не забыли про них, потому что нужен личностный рост, нужны знания, нужен опыт, нужен личностный рост, подниматься нужен интеллект, интеллектуальные способности и так далее. При личном росте, конечно, интеллектуальные инстинкты подавляют вот эти инстинкты природные. Они остаются на втором, третьем месте, на четвёртом месте эти инстинкты. И, соответственно, человек совершенно ощущает себя в лесу, в этом лесу или в пустыне практически недееспособным, не способным совершить какие-то действия. Потому что его инстинкты недоразвитые, они там забитые, затюканные, грубо говоря. Поэтому, друзья, у нас собака какие будут инстинкты проявлять наши внутренние? Они простые, естественные инстинкты, естественная потребность у собаки. Какая естественная потребность? Попить, покушать, погулять. То есть развивается физически, побегать, побегать и так далее. То есть собака не будет ходить по улице, по музею и созерцать, какие прекрасные картины. Она будет ходить, обнюхивать все углы, посмотрит, ничего интересного и пробежит мимо этих всех картин, этих всех замечательных дорожек, городов, магазинов и ресторанов, автомобилей и так далее. Бренда всяких. Ей это не надо. У ней простые, естественные потребности, которые ей надо удовлетворить. Это потребность, соответственно, у меня такая потребность возникает в пустыне утолить свою жажду, в лесу покушать и так далее. Отдохнуть, поспать и так далее. То есть я не могу долго спать, правильно? В пустыне или в лесу. Я посплю столько, сколько мне надо для отдыха. Правильно? Для отдыха. Потом мне надо опять просыпаться, соответственно, и начинать какое-то движение. Опять в поисках исследования для поиска пищи, для поиска воды, для поиска укрытия и так далее. То есть мои инстинкты внутренние, они постоянно находятся в каком-то движении. И они имеют большой энергетический потенциал. Очень большой. То есть собака долго не будет спать, да? Она все время чутко смотрит, слушает, все время сканирует и так далее. То есть внутренняя собака будет исследовать вас, будет исследовать меня, исследует внутри меня, правильно? И ходит, и ищет, ищет, где моя, где попить во мне воды, где покушать там. Понимаете? То есть такой получается инстинкт собирательства. То есть вот эти инстинкты у человека, у американца, он когда едет на машине и рядом собака, то у него эти инстинкты, они как бы востребованы, понимаете? Они активны, они активны, и человек обращается к внутренним природным инстинктам. Во время управления автомобилем, во время приема пищи, во время там и так далее. Прогулки там, как мы говорим. То есть американцы не гуляют по парку, ради того, чтобы погулять и посмотреть на других людей. Нет, такого нет, конечно. Собаки не будут гулять по парку, чтобы посмотреть на другую собаку, да? Нет, конечно. Соответственно, собака, когда она без поводка, она может идти за мной или не идти, правильно? Почему собака пойдет за мной? Потому что у нее будет разумная причина. То есть она будет видеть во мне разумного человека, правильно? Потому что, вероятнее всего, я тоже что-то могу, эксперимент какой-то произвести. И поэтому эксперимент, она не может сделать собакой эксперимент, да? А я могу, я же разумный. Поэтому мой эксперимент может принести собаке что? Какие-то ресурсы, какое-то питье, еду, естественные потребности и так далее. Я эксперимент создаю, потому что простой эксперимент создаёт мой разум. Собака движется за мной, она за мной следует. Соответственно, она от меня не убежит, она движется за мной, потому что я разумный. Если я не создаю эксперимент, то у меня собака побежит куда-то, за другим побежит. Соответственно, она и меня поведет туда, эта собака. Либо мне будет ее опять на поводок садить, правильно? А если я на поводок ее посажу, то я ограничу ее, ограничу собственное развитие. Собака не будет исследовать. Внутри меня ничего не будет исследовать. И окружающее пространство не будет исследовать. Поэтому я ее без поводка держу. Правильно? Смотрите, теперь я создаю эксперимент. Я разумный. Собака неразумная, у нее инстинкт существует. Она движется, я двигаюсь за ней. Соответственно, мои потребности также становятся естественными. Правильно? То есть я кушаю, пищу принимаю. Не потому что я гурман. Правильно? Я принимаю пищу, потому что я хочу хорошенько стать таким полным. Полным, полным. То есть в американском образе жизни, в американском менталитете, когда вы приезжаете, и первое ваше удивление на то, что какая большая порция еды, как здесь хорошо кормят, и как недорого, и как бы вот эта ассоциация, что питание, это не ценность какая-то, не много это стоит, оказывается, питание. То есть когда люди руководствуются, все общество, естественными инстинктами, понимаете, то есть когда собака и все вокруг себя так же ощущают внутреннее животное, они естественно говорят, что надо покушать хорошо, то есть плотно, плотно покушать, стать полным еды. Не ощущение вкуса, не ощущение сытности, чувство убирается, потому что мы же убрали с вами внутреннюю самооценку, какой я, сытый я или не сытый я, голодный я или не голодный. Мы обращаемся к своему интеллекту, и наша с вами какая-то периодичность нашего приема пищи существует, когда мы живем по интеллекту. Американцы не живут по интеллекту, они живут по естественному закону природы. То есть ты захотел покушать, ты открываешь свой ланчбокс и кушаешь. Если ты на уроках, и ты захотел покушать, ты, конечно, покушаешь, никто тебя не заругает. Если ты студент, покушай, тебе надо покушать. Если ты рабочий, и захотел покушать, или ты служащий, то же самое. Ты берешь и кушаешь, открываешь свой ланчбокс, свой завтрак, свой обед, который ты принес на работу, и кушаешь. Это естественное поведение живота внутри тебя. Собака не будет ждать, когда закончится урок, понимаешь, или когда закончится лекция, или когда закончится какой-то период между рабочим временем, тебе скажут, все, звоночек, идите кушать, а сейчас кушать нельзя, терпите, пока голодом живите, и так далее. Чувства такие вызывают у людей. Мы же о чувствах не говорим, это не чувства, это естественное состояние. Естественно, прием пищи, это естественное состояние. То есть собака внутри меня создает такое естественное движение энергии. Понимаете? То есть энергия, естественно, поступает, и неотложенный спрос. Неотложенный. Я не откладываю прием пищи. Понимаете? И вы пошли гулять, как говорят у нас. То есть американцы не гуляют, никого нет, парки прекрасно сделаны, ландшафт сделан прекрасно, городская инфраструктура сделана. Но она сделана именно для отдыха. Отдых. Не для прогулок, созерцания и показания самого себя, а для отдыха. То есть ваш внутренний инстинкт, ему нужно отдохнуть. Отдохнуть, потому что он много движется, постоянно кто-то бегает, выглядывает, высматривает, что-то исследует. Ищет какие-то следы. Поэтому ему надо отдохнуть, вашему внутреннему животному. И вы идете, когда в арестерию находитесь, вы именно идете отдыхать. Вы водите собаку отдохнуть. И мы видим, соответственно, большая такая часть образа жизни. Это содержание животных домашних. С собакам большое отношение, такое позитивное. Внимание много уделяется животным. И, соответственно, мы видим вот это отношение, как оно к самому себе относится человек. Когда вы относитесь к животному, к собаке, так же вы относитесь к внутренней собаке. То есть такая параллель существует. То есть вы уравниваете два состояния вашего мозга. Интеллектуальное. У вас неокортекс, да, мозг. И ваш природный, естественный мозг рептильного, вашего животного, который отдел такой существует в мозге. Рептильный отдел, неокортекс. И лимбический отдел. То есть вы теперь все отделы мозга уравняли. То есть и природные инстинкты ваши равны вашим интеллектуальным, разумным инстинктам. И где они встречаются? Они встречаются в лимбическом отделе мозга. В том самом эмоциональном отделе, который раньше у вас был занят. Занят чем был? Любви к себе и самоуважения, и самооценки. И когда туда приходили инстинкты естественные, природные, и интеллектуальные инстинкты разума приходили, и они такие начинали спорить, конфликтовать, а кто лучше, кто умнее и так далее, кто быстрее. Была такая проблемная зона. И тогда получался интеллектуальный, эмоциональный интеллект неэффективный. Потому что он занят этими качелями. Так, друзья, что-то многое сегодня наговорил уже, наверное. Мы с вами сегодня поговорили о том, что мы создали с вами такую внутреннюю, внутри нашего сознания пустыню. Нашим можно пустыней назвать, или лесом назвать. Но в обеих этих состояниях и лесах, и пустыни. Вы находитесь в равном состоянии. Ваш мозг, мозг, разум, разум эксперимент создает, и ваши инстинкты исследуют. Ваша собака бегает, она свободна. И вместо яйца всем она идёт за вами. Когда вы создадите эксперимент разумный. В этой пустыне и в этом лесу. Поэтому, друзья, спасибо вам за внимание. Подписывайтесь, лайкайте. С вами был Виталий. Пока-пока.